друзья всем привет хочу вам сегодня показать на арбатке пансионат комнату там где мы остановились сегодня погода прелестная на море штиль вчера чуть-чуть дождик прошел сегодня штиль и вот это такой вот вид у нас из окна из балкона прежде всего хочу рассказать вам историю этого отеля этого пансионата пансионат золотые пески он организован был еще в советские времена и и в 90-е года тогда когда началось передел имущество государственного собственник золотых песков получил наследство этот наследство так как все получали получил этот пансионат после того времени он его не развивал а пять лет назад начал продавать отдельно комнатами территория пансионата прекрасная вот такой вот тихий отдых для пожилых людей это прекрасный тихий отдых поэтому приезжают сюда в основном люди пожилые бабушки и дедушки с внуками молодежи здесь конечно мало приезжают только те кому нужен горячий источник соленое озеро и море здесь распроданы уже все комнаты и каждая комната идей имеет отдельного хозяина поэтому и условия в самых номерах разные зависимости по всей видимости от того сколько денег имеет хозяин или сколько он хочет вложить я иногда говорю от жадности хозяина потому что нам повезло у нас неплохой называется номер люкс принципе условия на стандарт жить можно вот а мы взяли родителям номер тоже люкс во втором корпусе там конечно все старое всю всю подлежит критике нещадной критике на море мы вот с балкона видим балкончик такой что можно пройти можно есть для белья сушилочка сейчас покажу с другой стороны есть столик есть стульчики столик такой вот как для улицы есть одно что плохо значит на форточки есть антимоскитная сетка а вот на двери нет поэтому мы как-то вечером у нас получилось что мы все-таки напустили сюда комаров хорошо что были у нас средства от комаров мы это все мы их убрали то есть спать ночью могли спокойно вот такой номер нам достался за 1100 гривен в сутки 1100 я сказала кому-то 1200 нет друзья 1100 гривен в сутки здесь где-то 20 квадратов называется номер люкс есть столик в комнате из два стульчика номер на двоих но кровать большая двухспальная радует то что постель чистая подушки жесткие конечно спать неудобно жесткие высокие синтетические синтетические столик стеклянный спокойно можно ставить чайник стульчики неплохие пол видно что ремонт сделан мне нравится два коврика на одной и второй двери здесь же тянется за ногами ракушняк ноги можно помыть есть кондиционер работающий есть микроволновка полу работающая то хочет работает хочет не работает но подогреть можно есть телевизор и есть вот такой вот шкафчик который очень нестойкий и по всей видимости где-то но мы в него ничего не ложим но обрадовала это еще почему сервис по украински здесь были кружечки ложечки и тарелочки и ножек все было номере также есть чайник и есть холодильник или назовем его мини холодильник розетка одна и и дальше все везде подключено подключено вот такие вот переноской номер же старый поэтому они переделывают переделывают все по-быстрому есть такая вешалочка сразу возле двери и покажу вам санузел ну конечно критики можно поддавать все есть полотеносушилка есть сушилка нам выдали два полотенца 1 2 а вот родителям тоже за такую же сумму выдали только одно полотенце и там нет стола ни в комнате ни на балконе и старые стулья я вам потом покажу полотеносушилка вот такой вот унитаз конечно старенький и крышка крышка вот такое вот одно что смутило вода горячая есть но течет показываю показываю воду я вначале конечно смеялась над этим вот это у нас вот это у нас вот так вот течет нам душ называю сервис по-украински душ конечно очень старенький сейчас попробую переключить туда держи а сейчас мы попробуем переключиться переключаемся вот таким образом и пошло с верхнего душа сегодня я хочу сказать неплохо он течет а сейчас переключимся на нижний душ это мы переключились на наш вот этот душ и переключаемся на низ водичка горячая есть вначале не было потом все таки нравится то что хорошая горничная быстренько все нам организовала воду и они здесь поставили еще на всякий случай ведро и тазик вот такие друзья условия попались нам но главное как я говорила настраиваться на позитив мы знаем куда мы едем это не турция а это украина может быть научатся когда-нибудь я надеюсь что все таки научатся будем надеяться и прекрасный вид с балкона за все время нам первый раз попалась сегодня медузки подплывают штиль медузки потихонечку я плавала где-то на 10 метров медуза попадается и много маленьких медузок но проплыть можно сегодня проплыть можно водичка чуть-чуть прохладнее чем вчера одним словом отдых друзья отдыхать можно отдыхать нужно поэтому собирайтесь и и на отдых кому куда нравится хороших хорошего дня друзья хорошего настроения подписывайтесь на мой канал